девочки мальчики привет сегодня снова будем говорить про отношения потому что тема сегодняшнего расклада его мысли вот я решила не копаться в подсознании еще там что-то за сильно хочу посмотреть просто мысли и наверное без лишних подробностей только мысли не был не будет у нас действует они будут на сильный чувств вот потому что иначе опять начнется все погружение вот хочется посмотреть о чем думает так чтобы вы сильно там не залипали тогда не анализировали процессы посмотрю что не в жизни происходит в частности да и что он думает что он думает о вас до посмотрим как он сам себя сейчас ощущают кризис на этом ситуации не кризисная ситуация ситуация абсолютно разные могут быть кто-то свободе ну кто-то соответственно время карантина вернулся к родным людям к жене или к мужу ну посмотрим что они собственно думает происходящем да вот такой будет расклад буду работать на нескольких колодах на каких конкретно еще не определила но вот ведь я монару положила в центре и сто процентов буду не работать если уж на то пошло так три варианта для вас сделаю первый зеленый второй оранжевый третий полосатый закрепленный комментарий под этим видео даст понимание тайм-кода почитаю поток и почитаю картинки все как вы любите зеленый оранжевый полосатый как выбирать камешек но смотрите сами да потому что интуитивно например подмигивает вам желтый а вы смотрите зеленый сериал почему нет это же не расклад на самопознание выберите другой пробуйте что-то поменять и в своей жизни и соответственно начните с того чтобы меняйте энергии примите другое решение все на рассказала что хотела и спасибо тем кто финансово поддерживает канал потому что да это безусловно приятно сейчас расклад для тех кто извелся мается да потому что не знает какие мысли у человека загаданного лица поэтому я говорю сильно не буду погружаться в тему отношений потому что вдруг вы будете смотреть человека с кем вас там пока нет отношений или еще что-то там я буду крайне деликатно хочется мне сделать такой очень лайтовый расклад но посмотрим как она там собственно получится первый зеленый второй оранжевый третий полосатый что единички я вас приветствую давайте мы посмотрим что у человека сейчас в жизни происходит может какие-то ключевые события может еще что-то так на какой колоде поработаем давайте на 2 ясновидение потому что она относительно нейтральная плюс отслеживает энергетические процессы достаточно неплохо так он для сигнификации чтобы вы понимали ваши не ваши сейчас подумаю какая колода ассистировать мне будет почему-то рвется полная луна что это натворили то девчоночка почему вам хочет ассистировать полная луна погружение хотим наверное да ну как она будет давайте я для сигнификации достану карту которая будет говорить о вашем состоянии сейчас относительно этого человека вашу мысль просто вот одной карты тревожные не тревожные радостные нерадостные ваши мысли относительно этого человека знаете наверное не слишком радужные потому что семерка мечей возможно вы сейчас хотите просмотреть человека который сделала вам как-то больно неприятно или поставил вас двусмысленное положение это том числе могут быть различные подвешенные до истории вот потому что семерка мечей как-то не говорит мне о том что вы готовы принять с распростертыми объятиями скорее всего либо накосячил либо обстоятельства складываются таким образом что как ни крути все равно накосячил да на семерка мечей это еще кстати может быть знаете такая карта самоанализа когда мы оцениваем свои знаете как проводим работу над ошибками оцениваем свои потери потому что относимся к человеку крайне настороженно да потому что опять же возвращаемся к пункту один видимо он уже косячил да по отношению к нам сказать что вы сейчас можете просматривать человека который недавно вашей жизни ну кто его знает если он уже успел накосячить до сегодня видимо расклад как раз будет посвящен людям которые может быть не очень честны по отношению друг другу или как-то успели кровушки попить друг у друга до семерка мечей карта обмана возможного предательства до воровства воровства эмоций кстати тоже еще ну вот когда мы раскачиваем друг друга на эмоции и при этом знаете это такое ощущение что нужно выдержать этот бой да нужно выдержать с честью это испытание поэтому скорее всего такой знаете либо враждебный настрой либо настрой может быть не столь враждебным сколько пофигистичным в том плане что отчете еще ожидать да то есть всю гадость которая мира который ты мне мог сделать да все это мировое зло которое у нас друг между другом случилось и нам все уже произошло что еще дальше то эти больше не верю и может быть просто смотрю ради интереса хорошо давайте это карта означало ваше настроение по отношению к человеку одной карты его мысли по отношению к вам мы наверное выражать не будем потому что у нас расклад разобраться до в происходящем я просто посмотрю какие ключевые события у него сейчас происходит так канва понимаете это пока такие знаете наброски чтобы посмотреть общую картину происходящего пока мы еще с вами сильно не погружаемся что него происходит у него тут либо любовь любовная соответственно да потому что туз кубков состояние ресурса состоянии наполненности да может быть гармония мир во всем мире но опять же мир труд май может человек майские праздники отмечает как ни крути до затяжные выходные так кстати эта карта еще может означать беременность если там беремене собственно не никому а не от кого и так далее это еще может означать что человек готов разродиться какими-то новыми идеями да какими-то новыми делами да такая какая-то или знаете смотреть те как еще может проигрываться когда мы выходим из полосы допустим затяжной депрессии мы заново учимся в этом любить потому что туз кубков не всегда означает до что это конечное состояние да когда часто тарологи еще говорят что у него так много любви то что она готова там выплескиваться из этого кубка это конечно все красиво звучит но мы же помним что а на самом деле тузы это же начало да и а в этой интерпретации я могу сказать что человек только может начинать выходить из состояния сейчас я посмотрю что у него было перед тузом кубков как ни крути вот не хочу соседнюю карту буду читать поэтапно сейчас подумаю на какой коллоде посмотреть что было до туза кубков потому что это начало да это выход в новой энергии как на крути это желание эмоционально чувственной близости может быть а это какой-то подарок эмоциональный понимать близкие сердцу что-то в сердце него прекрасное происходит если можно так сказать человеке который вероятно для вас обидел то ли поставил в такое двусмысленное положение да когда уже ничего не верить потому что семерка мечей тоже еще и карта обман и предательство так что не действительно мог не очень хорошо с вами поступить хорошо что предшествовало тузу кубков а тут человек смотрите какая интересная позиция вот выходит из луны либо он сейчас выходит либо в процессе на и вот перевернутая луна это на самом деле достаточно хороший знак луна в прямой позиции когда у нас человек запутался а это ощущение болота самокопание что-то еще до этого самобичевание благо что она переворачивается здесь возможно человек пошел свои страхи каким-то образом от них избавился я просто рассказываю как он проигрывает сейчас еще одну карту на дополнение ситуации да у него обнуление смотреть у него обнуление у него начало нового цикла он тут видимо готов любить готов не знаю что парить аги пегас на этих крыльях любви и вот это вот луна запутанное состояние вот эти вот ощущения тогда когда ты бродишь в тумане когда у тебя нет энергии на что-то новое да когда ты не можешь принимать решение действительно это может еще означать смотрите какую историю что тучан запутался а теперь он понимает свой смысл жизни вот кстати вот эта карта в совокупности вместе с кубком интересно дальше не выражает совокупности с кубком это про беременность еще может быть потому что здесь шут может интерпретироваться еще и как ребенок да а туз кубков как беременность такая интересная карта я просто не знаю рядом с вами человек человек или вдалеке мы пока еще не касались я еще не уточняла давайте я посмотрю на полной луне насколько это благоприятная ситуация правда я хочу работать только на прямых позициях полная луне достаточно негативный карт как мы помним хочу работать только на прямых если уж там что-то не так то мы конечно же увидим очень хочется чтобы все было так очень хочется чтобы все было так наконец-то ну ему как бы хорошо ну что ж он тут вот у нас очень такой знаете наполненный очень сильное притяжение к женщине кстати может быть просто луна это же не только женщина сейчас он вот так вот покажу чтобы колоды не закрывал это же еще и мать понимаете это материнская энергия не за тут все показывает на то что действительно человек что-то в жизни очень-то конкретно меняется сейчас давайте еще одну карту хочу все-таки понять беременность или это просто у него ощущение влюбленности любви там притяжения и так далее так интересно карта борьбы за что да смотрите здесь человек все пытается выбраться из этого лабиринта поэтому эта позиция может быть как положительная такая такая отрицательная но я еще еще на веканском проверю какие здесь энергии потому что смотрите вот нам тут показывает борьбу дал вот он пытается выйти из вот этой состоянии луны из прекрасного 18 аркана все-таки да то что он чувствуешь надо что-то менять и нужно что-то обнулять да как бы идти вот но в новое все-таки по потузу кубкам до эмоционально чувственная близость то есть когда человек он в прямой позиции луны если это не говорит про магическое воздействие конечно же да то у него энергии нет ни на чувства там не на эмоции что-то еще да то есть такое апатичное состояние весьма если рассматривать до влияние аркана энергетически на человека вот а что касается то закупков то конечно мы здесь можем видеть ресурсы меня что смущает скажу сразу меня смущает вот эти две карты потому что здесь мне показывает что чем борется за себя в первую очередь понимаете вот она карта лабиринта да как бы нам показывает что видимо он блуждает своих страхах благо что может быть начал выходить потому что мы смотрим сейчас прошлое потому что я задавала вопрос да что предшествовало то закупка что было перед этим видимо пытался себя найти было ли это как-то связано с магическим воздействием и хочу задать вопрос напрямую потому что мне здесь нужно разобраться раскладок смотрит большое количество человек чтобы вы не путались я это не запутаюсь мне главное чтобы вы не запутались но это связано женщина была понимаете и скорее всего с треугольником но треугольник не всегда может просматриваться как наличие до дополнительных третьих лиц в любовной игре в любовных отношениях потому что это может быть система да это когда разница между между партнерами достаточно очевидно например разница в возрасте может быть вот или опять же там бывшие партнеры могут смешиваться как мужчины так и женщины да то есть в любом случае вот эта вся ситуация она была причиной того что он сидел все в луне все пытался понимаете что-то найти что-то для себя понять но поскольку мне здесь показывают женщину да и треугольник возможно треугольник со стороны женщины понимаете ли женщина не принимала решение очень важным это понимаю что он вот с одной стороны это все-таки до этого трио находится видимо в чем-то разобрался до для себя если ситуация складывается таким образом что здесь не было вмешательств на вряд ли вмешательства тут я так понимаю что люди без новостей друг о друге до сидят смотрите здесь вопрос дороги вполне возможно что вот между этими людьми а изначально отношения на расстоянии да и вот он возможно сейчас будет принимать какое-то решение что ему делать как действовать потому что вот эти вот все лабиринты и так далее это закрытые дороги закрытые дороги да смотрите здесь было желание видимо как-то там либо встречаться либо узнавать какую-то информацию но а поскольку вторая карта переворачивается я могу сказать что это такая здесь попытка которая была безуспешным абсолютно благо что нам показывает что это прошлое до что что он все может измениться что там у человека собственно еще происходит но вот как ни крути карта разбитого сердца поэтому вполне возможно что его любовь его чувства а вот это вот наполнение энергетическое она может быть не взаимно потому что тройка мечей трое то ограничение это разбитое сердце это действительно опять же может проигрываться как любовный треугольник в том числе которые приносят неприятности до которые вот весьма гладко вся эта история конечно же не проходит ну что что мне тут скажет полная луна из-за чего у человека здесь разбитое сердце смотрите здесь какая-то нечестная игра потому что с одной стороны это искушение достаточно мощное а с другой стороны а это может еще очень похоже на платоническую любовь на что-то очень чистое да и тут человеку неведомо что же на самом деле происходит потому что змея она не всегда про зло она не сильно может быть про искушение то скорее всего человек борется с собой потому что если это искушение пробуждает его темную сторону соответственно это как от прелесть сейчас происходит мне тут сами по себе валятся колоды когда я говорю про темную сторону у меня упала колода на пол а тут вероятно знаете есть какой-то весьма важный кармический урок и и этот кармический урок найти неизбежный достаточно тяжелый возможно человек вышел знаете еще из кризиса какой-то тяжелой болезни весьма может душевные кстати сейчас еще посмотрю как у нас чем мы крест заполним то а тут смотрите разбитое сердце по поводу от чего может быть по поводу отцовства кстати да или знаете когда мужчина не мог проявиться как мужчина как добыча как партнер понимаете как самец прости господи ну все по всякому потому что медведь с одной стороны как бы эта карта ресурса ресурсности давно в том числе еще может означать сексуальную силу и это тоже такая история может быть вполне возможно что может быть не получилось дал у людей двух как-то контактировать сейчас я посмотрю на монара вообще что-то было то между ними или под вопросом там почему мне показывают медведи разбитое сердце а тут кстати по первой позиции возможным близости не было то есть либо два человека и и не дождались да либо знаете как это вот она не знаю смазан смазанная весьма карта тут женщина скорее всего не подпустила женщина не подпустила мужчина сердце разбито хорошо что там там у собственно еще происходит ну смотрите у него соответственно сердце разбит по какой причине что они не договорились скорее всего да либо он свое не получил до пятерка жезлов до карта которой я в девочках чеколи называю кто кого перекричит для собственно других колодах потому что мне кажется что это очень емкое определение этой карты карта борьбы может быть понимаете здесь люди отстаивали свои личные границы сейчас я посмотрю тут понимаете как им казалось ключевое как им казалось каждой равноценная личность да и у каждого получается свои интересы и по отношению друг другу да по отношению к личным границам по отношению к любви к чувствам к себе и вот эта карта кстати может просматриваться как почему еще не полноценное общение потому что изначально она была построена виртуально в интернете и наверное много у кого проиграется по первому варианту знакомства в интернете потому что мне показали что это отношение на расстоянии мне показали что возможно либо не было близости либо как-то она не была такой качественный как обоим хотелось потому что здесь вот какой-то запрет сексуальный вообще друг на друга я же говорю что с одной стороны это искушение женщина которая стала искушением да потому что есть банка достаточно легко досталось вся эта драма не разыгрывалась бы на наших с вами глазах правда восьмерка жезлов я не знаю в этой интерпретации плюс еще пятерка жезлов перевернутая да мне кажется что здесь что-то несколько роман который не случился роман который не случился сейчас посмотрю по какой причине он мог не случится ли не продолжится ли что-то еще но помните мы с вами вытаскивали это все-таки карты треугольника да но поскольку я еще не смотрела что конкретно к вам ты сейчас просто рассказывал что у него в жизни происходит я пока не знаю вы это женщина или нет скажу честно да чтобы так уж не быть голословной но смотрите здесь получается у каждого свои интересы в жизни у каждого свои обязательства да и на самом деле вот эти отношения у нас очень трудно реализуемые по ряду причин так на одной стороне весов у нас свобода да да здесь понимаете каждый видимо свободолюбивая личность вот вполне возможно да что тот здесь свободен кто-то может находиться все-таки под узами брака потому что как ни крути треугольник мы его никуда не денем с вами вот тут на самом деле то люди смотрите с одной стороны то у нас любовь либо какое-то зрелое чувство может вы не совсем понимаете вот эмоциональная такая реакция как любовь ночка это зрелое чувство такая привязанность тепло похож на 19 аркан да аналог и соответственно здесь вот карты говорят о том что тут камень преткновения то что я же спрашиваю почему они не договорились да тут камень преткновения понимаете вот это черная кошка черная кошка не всегда про маги но сейчас посмотрю точно вот что кто-то может привязан быть другой стороны черная кошка это же еще и символ свободы да что тут не стали ограничивать себя какими-то обязательствами разошлись люди люди здесь разошлись да у них и раз и видимо не случилось или максимум что случилось это раз да тут не договорились и собственно поэтому разошлись просто как рассказать кто-то хотел кто-то любил сейчас а что тут было со стороны мужчины мужчина не понял на самом деле что произошло потому что ему хотелось казаться больше чем он есть на самом деле но это я так интерпретирую да эту карту у него были определенные иллюзии он хотел как сказать хотел за женщиной наблюдать и при этом действовать весьма мягко и осторожно а тут не получилось понимаете здесь что-то пошло не по планам вполне возможно что у него сейчас нет возможности наблюдать за этой женщине здесь мужчина прятал свои истинные эмоции чувств потому что здесь мы видим 15 аркан и это говорит о том что то действительно достаточно сильная страсть которую не показывали которые пытались гасить там либо эмоциями там чувствами там это когда люди говорят например любви и подменяет понятие потому что это просто страсть либо это было какой-то знаете очень такое холодное затяжное молчание но у всех просто по-разному а молчание я имею ввиду о чувствах потому что я как бы мягко мягкой кубковости я в этой истории не чувствую тут понимаете действительно от людей по отношению друг друга чувствуется какой-то подвох здесь соответственно сейчас мужчина ждет он что-то выжидает но семерка монеты а наш семерка пентакли весьма коварная карта как мы помним да потому что мы помним что для того чтобы идти во что-то новое да для того чтобы соответственно у нас дальше пошли процессы нужно избавиться от старого и не зря вы идти и трактую да как карту потерь бывает еще и карта траура но она знаете не то что мы физически что-то теряем мы должны так перестроиться чтобы убрать все лишнее и соответственно уже без балласта идти в новое и непонятно мы пойдем в новое с этим человеком до кого боимся потерять и нам придется идти в новое уже соответственно без груза прошлого но все таки как ни крути семерка монет эта карта ожидания мне хочется спросить что же он ждет чего же он выжидает ждет но он ждет когда на его улице наконец-то перевернется уже этот камаз с пряниками если конечно не сменил ориентацию потому что как ни крути карта радуги а видимо радуга это сильно как-то не наступает до какой-то нелегкий период в жизни этого человека сглазили радугу до сперли спрятали в мешок и уволокли крокодил который солнце проглотил да что-то видите он прямо у него не ладится как будто он почему-то очень знаете тревожно к этому относится ему действительно может казаться что его то ли сглазили то ли что-то еще потому что у него еще видимо какие-то проблемы с эмоционально чувственной сферой именно вот мне интересно почему нам кубок тогда показывает если у него сейчас я посмотрю где у него тут проблемы то а здесь проблемы относительно этой женщины проблема относительно этой женщины именно по той причине что тут проблем проблемы со встречей непосредственно понимаете здесь букет идет как встреча как свидание как там какой-то невинный флирт любовная переписка кстати еще может быть или приглашение на свидание почему здесь проблемы с общением мак дом ну смотрите здесь почему еще проблемы с общением тут а он хотел бы узнать может быть женщина свободна или нет да может быть эти моменты обсуждали потому что здесь все таки идет карта дома и что-то понимаете кого-то удерживает дома и либо это он разводится либо соответственно женщина должна дать ему знак что она свободна но какая-то вот такая история потому что кто-то что-то ждет я так понимаю что ждут то либо развода либо окончательного решения да вдруг в пользу друга в общем какая-то такая история по крайней мере состоянии ожидания находятся хорошо давайте мысли мысли что в думает о вас какой колоде будем смотреть мысли тоже наверное на яснознание так смотрите девчоночки и соответственно мальчишки а также их родители первый вариант если это не про виртуальную историю это про тогда когда мы например на работе можем общаться с человеком ты смотрите тогда когда мы с чеком не живем под одной крышей когда у нас нет возможности далее продолжать отношения потому что мы не понимаем что он к нам чувствует и думает на работе кстати тоже как вариант такие романы могут быть или по крайней мере попытки романов посмотрим смотреть мысли как-то мы покопали с вами чуть-чуть так интересно что вы настроены враждебно тут видимо был какой-то обман что по поводу социального положения обманывал но я знаю мне его не показывают императором хотя треугольник же как ни крути может не обязательно же муж правда может наличие женщин ладно давайте мысли тоже закрою пять карт мысли 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 это хорошая мысль вот на это нормальная мысль вот это он молодец потому что здесь шестерка мечей это знаете в понимании того что вы как родственная душа этому человеку как близкий человек как человек с которым либо а был какой-то опыт либо желание этого опыта возможно да это желание двигаться все-таки сидеть в одной лодке и возможно даже выстраивать а что-то серьезное но сейчас посмотрю как он может проигрываться шестерка мечей он хочет вы знаете он хочет изменений но при этом ощущение что тут многое умерло да либо начинать совсем сначала но при этом как будто вот между вами есть что-то очень важное и это важно не хотелось бы чтобы она уходила умирала понимаете еще что-то что-то потому что но тут смерть она переворачивается я здесь я могу читать перевернутой позиции как все-таки положительные такие моменты сейчас я посмотрю еще какие у него энергии при этом садишь хотела на веканском ракуле вот кстати смотрите когда смотрю энергии на веканском по поводу того нравится ли ему быть влюбленным да и чувствовать вот этот ветер в паруса который ну в любом случае парусник то нас привернется рано или поздно мне показывают да свал карту свободы и вообще вот в веканском ракуле вот эта карта она еще связана с свободой то есть заяц в любом случае при перескочит туда там ки любовь прискочит можно так сказать господа филологи это именно про то что человек уже готов принимать решение вот он понимаете ждет ну просто я не вижу общение между вами может она как-то не совсем полноценная до в связи с обстоятельствами да и тут понимаете человеку страшно но он хотел бы удержаться понимаете хотел бы удержать то что между вами не знаю сейчас есть сейчас я посмотрю что между вами есть или он вас побаивает сейчас я посмотрю какие мысли здесь мне сейчас кошка все расскажет вот мне интересно это слезы ваш мужчина плачет или слезы просто как эмоции понимаете как вода как вот текучесть как эмоциональная гибкость может быть просто мне интересно почему человеку страшным она знаете как страшно страшно уже понять что его чувство к вам это уже неизбежность даже здесь уже нужно как-то что-то делать и плыть по течению но почему-то без сил понимаете вот это вот вода и гора я могу сказать что это действительно похоже на скупые мужские слезы кто сказал да что мужчины не плачут плачет только делают это весьма редко здесь смотрите для того чтобы как-то не плакать и чтобы ему не было соответственно больно потому что ему страшно за себя страшно за свои чувства он на самом деле очень сильно эмоциональные переживания здесь человек хочет эти чувства закрыть спрятать как-то это еще что-то ему крайне сложно свои эмоции проявлять понимаете он либо с вами не эмоциональные и либо ему сложно говорить о эмоциях чувствах тогда когда они настоящие сейчас я посмотрю что за человек то ну это знаете это женщина который нельзя любить до в женщина который нельзя любить потому что это любви нет перспектив то есть он вот так вот думает перспектив здесь нет и вы смотрите перспектив нет либо нет возможности куда-то поехать потому что карты мира это же еще карты передвижения а если муж понимаем что скорее всего отношения либо на расстоянии либо они же говорю что он крайне сложные сформироваться давние что конкретное то в этом случае конечно и сложность знаете я по первому раскладу не могу сказать что я смотрю пару которая достаточно давно долго вместе но только при условии что совсем там все перегорела потому что этих ребят явно еще ничего толком не начиналось но не у кого мочи серьезное чувство и в чувстве я сильно это касаться не буду но они есть потому что и мысли то понимаете у него это весьма глобальный на смотрите шестерка мечей карта герафанта и вот с одной той стороны если он от вас ушел ты просто мне показывали карту развилка хоть сказать что так надо было да то есть мне так надо было ему было там сложно принимать это решение как ни круче у него не уходил по дураку понимаете там с легкой головой там с пустыми фаберже нет совсем другая история как он был понимаете аж наступил себе на горло но ушел на это он так хочет он в мыслях понимаете все это прокручивает и вот мысли по отношению к вам это и рафанта это про желание серьезных отношений это про то что вы могли быть учителем его жизни понимаете или он мог быть учителем вашу жизнь или это смотрите вот эти две карты еще могу прочитать что человек хотел бы да чтобы вы были с ним рядом на его жизненном пути потому что это позволит ему избежать ошибок тут еще смотрите такие мысли про вас а если он там смотрит понимаете вот как как издалека на вас да там наблюдает то в этом случае понимаете у него тоска потому что у него нет ощущения что он вообще вам нужен в этих отношениях да там в своей судьбе и так далее потому что вас то он видит весьма так вы знаете целеустремленной дамой которая забила на эмоционально чувственные аспекты вот и она соответственно просто тоже наступила на горло своим эмоциям пошла в свои страхи и пошла вперед понимать пошла семимильными шагами то есть со стороны если на вас посмотреть да вы человек который четко знает куда идти что делать с очень как бы сказать толстым льдом под ногами вот так вот со стороны сейчас я посмотрю как этот и рафан просматривается так сейчас вообще сила мудрость любовь тут еще кстати человек может уповать на волю высших сил да если у него самостоятельно как-то никуда ну не получается к вам приблизиться он такое тоже может быть сейчас посмотрю как у него проигрывается этот и рафан тут да тут скорее всего знаете человеку не хватает наверное опоры на себя возможно веры там себя еще что-то да и здесь он упывает на волю высших сил потому что карту ниженности она же карта цикла да это тогда когда человек просит чтобы завершился негативный цикл начался позитивный то есть ему действительно нужна опора а у него ее нет никак на切ной так вот так вот и вот 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 Судя по всему, значит, у него не очень благоприятный период в жизни. Мне бы уже показывать свободу, да? И все-таки желание-то все-таки по вот этому кубку начинать что-то новое, потому что это как ни крути, это ресурсное состояние, да? И хочется вот этого ресурса, хочется этого наполнения. А вот эти вот карты мне говорят о том, что, тем более, я же смотрю мысли про вас, а тут же еще не совсем про вас, тут, вероятно, еще про прошлый период жизни или вот сейчас то, что происходит, а это про то, что нет ресурса. У него нет ресурса. И вот тут мне интересно, как это прочитать, потому что поток, знаете, мне прям диктует совсем другое абсолютно. Поток мне говорит о том, что он с вами бы хотел семьи. Хотел бы семьи с вами или вот, понимаете, как будто близости, но вот здесь мне показывают родственную душу и здесь родственную душу, да? Но сейчас у него то ли денег на это нет, то ли ресурсов нет. Смотрите, коса, и вот без денег же я, это говорит о том, что еще может эмоциональный человек. Хотя сейчас я посмотрю. Кубок у нас как здесь выражается-то? Здесь, понимаете, кубок как конец какого-то амбициозного союза. Это, скорее, очень похоже на развод. Ну или расход, или что-то еще. Здесь есть действительно новое желание крепкого союза у человека. Если вы находитесь в семье, смотрите. Тут такая история, что если вы человеку говорили, что действительно вся эта семья для показухи, потому что это тоже, может быть, смотреть эту карту униженности, да, и сад как социально вкусный брак может быть, да, для вас, но при этом это брак, который не доставляет удовольствия, который вас как-то эмоционально выматывает. Вот поэтому, наверное, у него вот эта карта веры, что вы все-таки за вот это все тягомоченно-то закончите. Как я могу почитать для абсолютно свободных людей? Это просто нужны деньги, видимо. Для того, чтобы предложить вам что-то серьезное, тут нужны деньги, да, нужны финансы, а тут, скорее всего, их нет. Либо кот наплакал, либо кот наплакал, а потом еще раз наплакал. Не знаю, зачем Монара, но почему-то лезет. Тут, знаете как, человек очень интересный, потому что тут еще какие мысли. Ну, я не знаю, насколько это можно назвать некой меркантильностью. Тут почему-то человек считает, что разбудив ваши эмоции, вы ему дадите то, что ему надо, и то, что он хочет. А хочет он не только там близости, да, путь дьяволу и так далее. Тут, кстати, еще мог быть действительно обман. Вот почему человек еще пытался вывести вас на эмоции. Сейчас посмотрю. Вот. А потом у него не получилось. Получается, что он уже свое же не достиг, не влюбил вас в себя, как хотел. Потому что, ну, вообще, как бы король земли, да, здесь именно про то, что, как бы, чтобы вы помогли ему либо встать на ноги, либо решить какие-то материальные проблемы, да, либо союз с вами, который приведет к решению материальных проблем. Потому что вы прям какая-то путеводная звезда. Или, может быть, от вас можно взять какой-то весьма важный совет. Или вы служите в госструктуре, и, может быть, поможете взять ему там кредит. Слушайте, ну, разное может быть, да, девочки, мальчики. Ну, просто как бы будьте аккуратны, аккуратны, потому что здесь еще, да, такой момент, что человек-то видит вас достойной парой. На самом деле достойной парой. Но он очень много думает. Он очень какой-то расчетливый человек. Расчетливый. Да, он хотел бы влюбить себя, смотрите, вас. Хотел бы, чтобы действительно было такое, знаете, зависимое положение. И, может быть, это даже неплохо. Это какой-то, знаете, у него образ жизни. Потому что ему так важно, да. Потому что когда женщина в него влюблена, ей легче управлять. Девочка, читаю в потоке. Не знаю, что несу, правда, потому что тут не совсем по картам-то. Как вы чувствуете? Мир, добрую жвачку донесу. Хорошо, что там еще в мыслях? Тут сейчас опять начинают у меня разворачиваться. У него есть к вам чувства. Но эти чувства, вы понимаете, крайне сложно идентифицировать и крайне сложно удержать. Потому что это всего лишь пока паш кубков. Всего лишь паш кубков. И это про весьма незрелые отношения. Такое, знаете, весьма легкое отношение. С вами хорошо. Вот по шестерке мечей он вас видит, конечно, как родственную душу. Но у меня есть ощущение, что вы в этой лодке будете капитаном. Ну, видит как-то, понимаете, он у вас более такой стабильный, что ли, нежели он. Так, ладно, как у нас просматривается этот наш паш кубков? Ну, он страдает, понимаете. И при этом страдает, судя по всему, как влюбленный юноша. Потому что, ну, карта отшельника, да, это говорит о том, что действительно не вместе. Может быть, он свои чувства не показывает и ушел. Может быть, именно потому, что эти чувства почувствовал, простите за тавтологию. Почувствовал чувства и, соответственно, свалил, да, за горизонт. Домой, да, к маме. К маме под крылышко или к жене под крылышко. Кстати, вот эта еще карта может говорить о том, что ему жить негде. Да. К маме под крылышко. К маме под крылышко. и на самом деле он то ищет ресурсную женщину по первому варианту он точно ищет ресурсную женщину как ни крути тут даже все сильно посмотреть не буду сейчас все гляну на монара чтобы вам было понятно мысли по отношению к вам знаете он прекрасно понимает что он видимо тут не один на вашем празднике жизни дальше что вы видимо завидная невеста судя по вот это все комбинации которые для вас рассмотрела да и двойка огня наш по сути двойка жезлов какие мысли здесь вот на самом деле человеку крайне сложно либо действовать либо определиться либо еще какая история сейчас я еще еду толкают от пространства но я почитаю еще с точки зрения монара потому что монара то у нас показывает двух прекрасных женщин которые знают собственно до показывает товар лицом но просто на меня завуалированный товар но всем все понятно да и на самом деле это вообще карта когда партнер прекрасно понимает свою ценность и он не продешевит ни один ни второй соответственно вот тут вот он видимо понимает что для того чтобы к вам подъехать до коза должна быть явно не хромая а с номерным знаком да и что в макдональдс вас вряд ли отведешь ну надо что-то такое посерьезней порошковый вина вы видимо тоже сильно ты не пьете вот понимаете вот все как бы такая история поэтому чаще парню остается из него ничего этого нет подсадить на жезл девочки мы простите за мой мою циничность на что он там еще способен да моя радость а какой же ты хитро сделан это товарищ вот потому то и грустно да что вроде такой прекрасный то вариант ресурсные терять то не хочет поэтому карта смерти знаете надо было расклад назвать что же он думает на самом деле теперь мне абсолютно понятно почему у вас такая позиция по отношению к нему почему семерка мечей чем заключается враждебность потому что вероятно человек видимо уже вот эти все махинации мог проворачивать с вами вот она моя прекрасная моя ресурсная женщина да моя прекрасная ресурсная женщина что там за мысль это по поводу ресурсной женщины почему-то ведь он считает что он может быть лучшим любовником вашей жизни а вы видимо до этого то и нормальный фаберже то понимаете не фас не в профиль не видели вот со стразами а тут вот он понимаете по счастливит вас со всех сторон и влюбитесь и вы и значит это дальше у него все будет как сказать как джекпот вытащил да ну нет ну тут как бы любовь то есть она как ни крути просто он есть очень сильно сопротивляется на поскольку весьма такой циничный господин до начинает как бы накидывать варианты как не просто так вас любить а соответственно чтобы это еще было выгодно этот человек такой знаете он будет любить женщину потому что надо ей восхищаться понимаете а он восхищается тем чего в нем нет да мне не хватает структуры стабильности и о чем он думает да и он действительно думает о том что он хотел бы чтобы вы его любили это тоже какой-то эгоистичный момент чтобы меня любила такая женщина как она но при этом конечно это вы эгоистка номер один вы что это вы эгоистка номер один это какие-то бесплодные попытки потому что я не вижу чтобы он тут как-то мог достаточно близко к вам подойти потому и сердце-то у него разбито безусловно вы его императрица именно с такой женщина он бы хотел и дальше и так далее да но тут как уже проблема заключается это в том что вы это не подпускаете к себе я даже не знаю насколько вам понимаете надо подпускать его к себе как еще может проигрываться смотрите если сейчас вот кратенько вам расскажу для тех чем мужчина не свободен так вот если мужчина не свободен здесь вообще все переворачивается градусов наверное она не на 180 градусов на 100 точно потому что в этом случае просто у меня знаете как я вам рассказываю параллельно еще идет поток но совсем другая энергия да и там совсем другие персонажи это речь о беременности да и здесь на самом деле у мужчин мысли такие что не хотела бы с вами заканчивать но опять же если вы тайная женщина то там действительно могла жена забеременеть да или были это попытки забеременеть ну в общем какая-то такая история и вот эта карта может проигрываться когда он думает о двух женщинам потому что две женщины равноценные ну вот так вот знаете я старалась читать для тех кто свободен для тех кто в треугольниках для тех кто с одной стороны треугольник с другой стороны все нормально да такой вот расклад сейчас я за финале чем-нибудь чем бы за финале то чё там как итог вообще как он вообще считает чё там с вами то дальше получится не получится давайте одной картой он судя по всему говорит что это вы все остановили на это грит по ее инициативе все прекратилось хотя мне показывают развилку и он вроде как тоже мог уйти так давайте так если ушел то почему в чем истинная причина если он ушел если он принял решение уходить в чем истинная причина неравноценные отношения и он их разорвал достаточно резко до отношения которые не имели перспективы потому что вы что не влюбились в его жезл девочки отношения на расстоянии поэтому не имели перспективы да он то хотел праздника жизни а тут тут скорее всего что такая история что если мне вы показывает как рыцарь жезлов у вас как императрицу наверное все таки же с вашей стороны как ни крути да треугольник вы видимо встали на на выбор который не сделали до карты а но это наверное иллюзия как это выбора была и он думал что он вы его выберете что или чё чё не могу понять что за выбор на пятницу опять это тупые мысли может он пьяный сейчас а я его читаю девочки ну кто-то мне напишет в комментариях вы все неправильно сказали он не пьет у меня ага я показывать императором хочу такое-то нажрался наш император ладно если не пьешь то тети такие мысли то путаны спутанное сознание или то смотри если это четырехугольник тут видимо чек хотел как-то с вами потусить просто зная что вы замужем и он соответственно тоже не свободен мне интересно почему меч и тогда почему меч и по нашу скорее всего вас цикличность с этим человеком отношений до пропадает появляется опять же девятка жезлов с одной стороны это карта намерений вот наш жар птиц понимаете когда пришел тогда и вовремя с другой стороны опять же да в этом нет никаких перспектив то есть он действительно проявляться именно да когда жезл вперед выходит из-за угла да и с одной этой стороны вы могли дать человеку ощущение духовности чтобы пятерка пентаклей перевернулась да он наверное вам давал да какие-то ништяки либо эмоциональные когда вы чувствовали себя красивой там любимой женщиной возможно поэтому наверное вот это ощущение напряжения то вас все таки по отношению к этому человеку потому что непонятно что у него на уме да будет во состоянии хаоса да и сам себя ведет весьма странно вроде про чувства и могут даже кстати говорить а в чем вскрытая выгода такой он намеренно держит вас подвешенном состоянии да почему ему это выгодно да дурачок он все это просто незрелое ощущение то есть он сам не принимает решение и вас собственно держи да потому что двойка жезлов я когда спрашиваю что она вообще может прирасти мне показывает пожар жезлов ночью ну как бы все здорово с одной стороны он или по соответственно держит держит дети там да есть у него семья есть если у него нет семьи но он просто ведет себя по пожару он такой вот хаотичный да вот девятка жезлов пожар вот он ваш человек которого загадали по первому варианту девочки чего тут могу сказать какие мысли думаете что он образуется что над ним десятка чаш чувства то есть видимо взаимные все это чувствуются чё там на финал можно сказать это абсолютно незрелые отношения и даже не знаю во что они могут перерасти то действительно очень трудно реализуемая история трудно реализуемая многогранная мы с вами раскопали тут несколько слоев мне кажется вытащили опять же я вам дала ориентиры течение расклада до чтобы вы понимали ваши не вашим но если это ваше то тут как-то знаете может быть не очень приятно когда в тебе видят в первую очередь ресурс хотя не безусловно любимая женщина но любимая женщина смотрите не просто так потому что на ресурс дает она такая классная да я хочу любить а именно как бы по той причине что она ресурс на поэтому любимая понимаете изначально ресурс на то есть это не результат вашей работы над собой понимаете это результат того что ну вы такая классная я сейчас вообще абсолютно не лещу но именно в этой позиции для мне женщина проигрывается какой-то более осознанный что в общем вот как-то так как-то так а тут мужчина да мужчина видимо считал что влюбив вас в свой жезл тут собственно будет ему жизнь не жизнь а малина да попадет он навсегда в рай а тут что-то рай это не случилось поэтому сердце разбито мне знаете что интересно ну понятно девчонки к таким событиям привыкли но есть такое да что часто мы сталкиваемся нет интересно мужчины как часто сталкиваться с такими ситуациями когда женщина хочет его влюбить потому что он ресурсный часто такое ли это наоборот больше женская такая женские женские методы подсаживать на ресурс при этом ресурс ну вот опять же говорю на уровне тела на уровне близости эмоциональные смотреть мужчина действительно может эмоционально наполняться если у него происходят такие события в жизни такие я имею ввиду когда он действительно ищет ресурсную женщину чтобы от нее наполняться но опять же говорю что у некоторых действительно как негативный аспект может проиграться как чужая беременность но при этом я не видела магических воздействий я не видела там сильно какого-то негатива вот я видела просто стечение обстоятельств лист в может кстати ваша беременность как вариант что-то я об этом не подумал либо вот говорю опять переход на новый цикл потому что туз это всегда начало не могу сказать что это зрелые отношения ну ладно это моя собственная трактовка и со мной наверное не согласятся те кто привык читать таро классическими способами просто сколько людей столько и мнений единички ну вот все что я хотела вам сказать я сказала я знаю что получился расклад длинный я изначально не хотела копаться но раз уж человек у нас говорил раз уж можно было его разболтать ну я это сделала надеюсь что это будет вам полезно и вы не наступите на грабли на которые уже наступали потому что я не вижу чтобы здесь у человека поменялось отношения до чтобы он увидел к сожалению что от кроме собственной выгоды при этом да мы видели что у него есть чувство но ощущение что собственно и выгода понимаете но перевешивает вот такая вот история была по единичкам двоечки я вас приветствую напоминаю что тема сегодняшнего просмотра сейчас я немножко уберу колоду то мне как мама и прошел мой ближайший родственник напомню что тема сегодняшнего просмотра мысли какие-то мысли у нас опять же многослойный получается потому что я работаю на трех колодах как бы даже не на пяти первый вариант вообще какой-то прям залезло в голову людям смотрите на колоде втором яснознание ясновидение снов как хотите да можно ее называть я сейчас хочу посмотреть ваши мысли буквально одной картой по отношению к этому человеку для чего я это делаю хотя расклад его мысли именно по той причине что это своего рода такая знаете сигнификация если нам поможет понять ваш вариант или не ваш вариант и в принципе я потом далее хочу посмотреть в чем причина именно таких мыслей отлично хотя скажу честно я просто экспериментирую я просто создаю авторские расклады вот абсолютно играю с потоком чего у нас вылезет правда не знаю каждый раз это всегда непредсказуемо с кем буду работать кто придет так девчоночки мои давайте это мысли по отношению к этому человеку ваши мысли а вот тут ничего не ждете судя по всему да потому что смотрите девятка железов переворачивается там карта намерений и вот тут конечно отток энергии при этом такой колоссальный отток энергии я хочу вытащить на полной луне причины почему у вас отток энергии по отношению к этому человеку может быть руки опускаются может быть правда же ничего не ждете в чем причина чем причина или знаете как бывает когда человек говорит вам четкая нет а вы вот не верите и пытаетесь все-таки найти в раскладах тарологах еле-еле видно и маленькая эфемерное такое прям малюсенькая тоненькая да да есть такое когда нас информация не устраивает при этом который сообщает нам в лоб мы пытаемся найти да другое пространство вариантов ну почему нет сейчас я посмотрю почему девятка жестов здесь смотрите люди которые не могут повлиять на события люди заложники собственного эгоизма возможно да выше и я потому что это еще карта эгоизма если читать все по классике я вообще ее читаю как проявление высших сил ну наверное тоже и про темную сторону про эго мы можем сказать это кстати может быть связано с магическими воздействиями как никак карта шабаша но если это не про воздействие то знаете про что это тогда когда на человека давит понимаете давит со стороны давит обстоятельства может быть это действительно там какие-то советы женщин или советы подруг да это когда человек слушает чужие советы и соответственно не руководствуются своим собственным мнением это как вы знаете еще сломанные личные границы могут быть либо соответственно защита здесь может просматриваться как магические магическая защита да тут кстати действительно могут быть воздействия но не хочу туда лезть и вы если понимаете что человек под воздействиями находится мы сейчас кстати посмотрим насколько у него спутанное сознание потому что человек если под воздействием конечно он будет жить под руководством определенной деструктивной программы правда вот который наводит непосредственно сам заказчик и поэтому здесь мыслью будет крайне сложно читать сейчас посмотрим посмотрим давайте мы посмотрим что у человека в жизни происходит сейчас как ему почему я еще говорю что могу подозревать деструктив негатив и соответственно различные внушения влияния потому что мне дважды показали да через карту марионетка подчинения и когда просто сигнифицировала на кошках рандомно абсолютно вытащила карту показали карту подчинения там такая знаете куколка то ли тканевая то ли восковая черномагина называется на вольт и делают ее как раз на подчинение так что если вы могли подозревать да что человеку крайне сложно принимать решение он там не думает головой как состояние морока или что-то еще да или например по отношению к женщине которая ну все знают например что она ведет как-то сейчас странно может не очень добрая да он считает что вот на лучшее вполне возможно да что нужно находиться под воздействием но опять же расклад общий я сильно акцентировать внимание не буду тому кому нужно было я думаю тут поймете о чем речь да слушайте девчоночка очень сложно читается прямо у меня даже колоды не хотят работать становится я буду потупливать заранее прошу прощения потому что мне же нужно чуть-чуть разогнать пространство а делаю я это на личной энергии на потоке не разгоняется никогда пространство так ну вот смотрите вот эти пять закрытых карт нам покажет что сейчас у человека в жизни происходит такие за всеобщие мысли может быть что-то что вы знаете да чтобы опять же помочь вам сигнифицировать и чуть-чуть посмотрю прошлое да если уж будет на это запрос от пространства если мы что-то с вами не поймем но тут понимаете у человека не все в жизни это сладко и гладко потому что семерка мечей это карта обмана предательство самообмана может проигрываться абсолютно по-разному но карта на самом деле весьма тяжелая его эти она тяжелая да и в принципе наверное в любой колоде до отрисовано таким образом что мы четко понимаем враждебную энергетику да такое весьма ну это вы вот смотрите вот эта карта я сигнифицирую что это вы изначально в колоде сейчас посмотрю что еще за карту упали видите у нас тут полная луна рассыпается хорошо ух ты какая прелесть посмотреть сейчас я подумаю как читать ну это понятно да что женщина сильной магической энергетикой тут как бы понятно то все ладно смотрите но тут то ли вы человеку как-то помогаете бороться с этой всей историей так кто в этой истории вы так ну хорошо внезапно да внезапное поражение сложный кармический урок когда бэд карма человека настигла это видимо бэд карма связано с тем что видимо его привязали как ни крути ну посмотрите это либо с вами развал отношений либо соответственно просто какая-то история сделана на развал на развал здоровье да на развал отношению что-то такое да вот почему еще карта враждебности если эта карта враждебности по отношению к вам то это могло бы быть ну знаете таким образом когда у нас делается воздействие получается что человек уходит из семьи например да а или ну такая ситуация знаете должна была произойти потому что пора уже ну людям расходиться да идти дальше каждому своим путем ну вот точно между вами не все сладко и гладко кошки конечно рвутся в бой я не буду на них работать у меня полная луна закроет все ваши потребности все что мне нужно я посмотрела и увидела что нам эта карта более чем говорит что то что-то имеет место быть еще если уж у нас открылись такие обстоятельства но тут точно могу сказать да что руки опускаются именно по той причине да что человек удерживает теперь точно могу сказать что у него еще происходит но он находится вообще во внутренних истериках смотрите король кубков перевернутая позиция когда человек капризен когда человек раздражителен когда у человека действительно могут быть стеклянные глаза если усугубить позицию короля кубков я могу сказать что человек может страдать и алкогольными зависимостями в том числе просто не всегда это показывают ну а подкина женщина девочка не могу сказать что он монах он ушел в себя еще с несколько потому что у него вот опять же ощущение что что-то с ним не так да есть вообще эти ощущения как он себя чувствует вот в семье что-то говорит не так происходит так ладно здесь понятно все что у него там еще переезд кстати может быть но мир вообще неплохая карта мир здесь неплохая карта и это может означать что смотрите завершение старого цикла где он там был в этих зависимостях где соответственно никто тут ничего не мог сделать толком потому что если это вдруг не про магические зависимости это про его зависимости там алкоголь наркоманию там власть деньги там женщин и так далее да тоже может так вполне просматриваться когда человек потакает своим слабостям потакает своим зависимостям и соответственно это его разрушает понимаете вот в этом то и поэтому и показывают обойт карму ну плохую карму я имею ввиду но он проходит определенные кармические уроки его наказывает безусловно тут и с 15 видимо арканом нужно сражаться и собственными внутренними демонами поэтому то он понимаете по королю кубков переворачивается получается как рыба да уходит на дно вот и там соответственно надулся сидит может быть и даже какой-то определенный самоанализ но он капризный безусловно может вести себя правда неадекватно но вы знаете карта мира она еще может иметь негативный аспект и этот негативный аспект говорит о том что это завершение цикла и человек может себя разрушить окончательно бесповоротно понимаете и это может даже привести к каким-то серьезным потрясениям ну в том числе и физические повреждения сейчас я посмотрю здесь энергию мира да нет здесь как-то неплохо там здесь как раз неплохо но что-то я не совсем могу понять как у нас среди вот этих вот всех душевных духовных переживаний карта мир вылезла в прямой позиции но это же еще про перспективы определенные но это только если очень сильные покровители сейчас посмотрю здесь карту мира когда он помогает выбраться ему что-то да да вот мы вот вот хорошо это здесь а почему здесь мир но это на это значит завершение старого цикла со всеми вот этими видимо историями до и начала но сейчас тогда вот здесь почитаю что увидела потому что здесь не про мир совсем другие энергии тут сейчас смотрите ну правда трудно читать так что сделайте мне скидку второй вариант вот когда я спрашиваю про мир и говорю это вообще на завершение получается цикла если в этом какой-то негатив для этого мужчины мне показывают пажа мечей и соответственно дьявола да но вот здесь вот паж мечей весьма активен и это говорит про богиню охоты до диану который выслеживал свою жертву и посмотрите здесь получается у нас 15 аркан то есть 15 аркан его не отпускает никак смотрите и это его как бы бед карма не отработанная видимо он просто еще ну как сказать в трансформациях то не посидел а потому что духовности катастрофически не хватает поэтому здесь человек действительно может пускаться во все тяжко в излишества тут вот король кубков как раз так просматривается но не все же конечно как это сказать недолго музыка играла недолго там кто-то танцевал да вот аж здесь показывает что завершение цикла но при этом я почему-то смерти не вижу это либо какой-то весьма мягкий переход либо к это подмена понятий потому что после по сути вот этого негатива где мы еще не разобрались почему у нас дьявол то есть его преследую да и чем его добил не добил не совсем понятно нам открывается новые перспективы человек смотрите это абсолютно новые энергии либо это понимаете на как это сказать если дьявол догонит это получается на старый дрожжи как человек не пытался здесь спрятаться вот от своего 15 аркана а тут нам показываю что все таком видимо его еще не преодолел вот не знаете как хочется сделать вот эти карты оставить здесь вот этот положить сюда чтобы дать им немножко энергии потому что здесь показывает вот человек запутался да вот она получается карта силы карт предательства но опять же если говорю про воздействие про 15 аркан здесь как бы более чем понятно что происходит да хорошо и человек мог действительно уйти в себя из-за предательств из-за встряски которая произошла в его жизни меня ощущение что по второму варианту очень тесно смешивается прошлое и настоящее прям как то все в одну нить переплетено вот нельзя читать одно без другого и пытаясь на сила как-то разобрать эту косичку она все плотнее плотнее скручивается да смотрите мир стабильность завершение цикла начала нового переезд на расстояние ну вот нам показывают вот она новая энергия кстати очень похожий на переезд уже еще и карта у нас гибкости да это такая девушка который плывет по воде на штуком собственно еще выше суд сейчас еще посмотрю если уж на то пошло есть у нее сейчас выше суд а то чего ему то присудили то интересно по карме смотрите еще как может проигрываться четверка пентакли и выше суд как когда я сам себя нашел когда я понял что я хочу от этой жизни когда я уже этом могу идти своей дорогой но у меня все равно есть ощущение иллюзорности потому что у нас король кубков человек который не имеет опоры под собой он ушел себя где а тут мне показывают опору сейчас я посмотрю как проигрывается может это самообман потому что как-то знаете поток поток не льется я не вижу что человек наполнен гармонией так ну ладно свое место под солнцем явно нашел да может кстати стабильно находиться в браке или вернуться в семью да смущают меня вот эти две карты смотрите потому что вот чует что-то во мне что тут что-то неладно кошки что тут что тут вообще магия есть тоже похоже на треугольник кстати давайте так прям карта гроба о чем родовая защита хорошо хорошо хорошая родовая защита человека смотрите вот она работает вот она работа вообще это как бы не очень хорошая карта сейчас я посмотрел их это то что о чем думаем да это причинам женщине дано явно это как бы ваша соперница это что ритуалистика у нас да все у меня пазл сошлось можно я эти карту беру потому что они мне нужны были просто для подтверждения информации вот но смотрите здесь все понятно да это у нас заказчик заказчик получается может быть еще исполнитель заказчик в том случае если требовалась помощь женщины да с низкой оккультной способностью что где делали смотрите это могло быть действительно к знаете такая групповая работа потому что показывает все таки шабаш мне это было что-то сделано очень похоже на подчинение а вообще в этой интерпретации чтобы меня стало смутило а когда я вытащила эти две карты потому что вот в этой интерпретации это кладбищенская работа вот но я не хочу заострять внимание потому что расклад общий но ваши ваши нет нет тут у меня как бы не было задача этих уберут что не хочу чтобы наносим фонила из кожи кто же уберу то есть вот именно поэтому смотрите здесь закрытая дорога чтобы не гулял ясно да все кстати это может еще как-то связано быть с мужским здоровьем но сама по себе еще все посмотрю как карты страшного суда проиграется по карт страшного суда ну что давайте посмотрим ну то есть смотрите если а эта ситуация как раз связана с тем что на мужчину как раз вот эти все магические атаки были совершены он это заслужил заслужил потому что вполне возможно как раз будет карма и связана с тем что может родовое наследие может быть еще что-то это кстати еще проблема мог бы с деторождением проблемы с построением отношений у человека ну тут очень похоже на деторождение кстати а если у этого человека дети есть то вполне возможно да что его женщина могла прибегать помощи различных специалистов там бабок там повитух и так далее которые тоже непонятно через что и как работают для чего для того чтобы осуществить задуманное да ладно тут как бы намекают с каких этажей помощь видимо взяли на чистки нужны кстати если уж в этом в курсе истории то почему-то идет информация что очень сложно ребенка если он там родился да сложно было выносить ладно давайте я посмотрела что у него сейчас происходит потому что задача то у нас смотреть что по отношению к вам что по отношению к вам мысли по отношению к вам мысли по отношению к вам мысли мыслей 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 вот здесь мысли а вы ему помогаете вы ему помогаете, потому что скорее всего у него из-за вот этой всей истории у него отток энергии хорошо, давайте я спрошу на абсолютно такой бытийной колоде событийной, что сейчас между вами, как он думает, потому что мне вообще непонятно, какое вы место в сердце этого человека занимаете, я просто не вижу, понимаете, вот как-то фигуры ваши рядом, не вижу что сейчас между вами, как он думает, что сейчас между вами ну смотрите, пятерка Пентакли я не вижу, что вы счастливы, я не вижу, что вы вместе, я вижу, что вы страдаете разошлись, возможно потому что пятерка Пентакли это еще и перекресток, когда у нас отсутствие материального духовного, но опять же смотрите, здесь может быть духовности не хватает, понимаете или недостаток материи наоборот да, то есть ну если мы опять же видели, что пятнадцатый аркан его догоняет и охотится за ним и собственно здесь вот это вот просто очень низкие на самом деле энергии и вполне возможно, что если вы ему помогаете, вы как раз и являетесь вот этой вот прекрасной девушкой Паш Посохов, да, потому что здесь на самом деле весьма светлые энергии по Пажу да и в принципе вообще вот как бы в этой колоде здесь больше про солнце и про женщину, которая закручивает вихри все-таки женщина, которая, знаете, как пила Аллегрова, да, я тучу разведу руками понимаете, вот ощущение, что вы прям разводите тучу над ним хорошо, вы что думаете между вами ну как бы что, отток энергии, да нет возможности действовать угасла страсть или что-то вот все как-то прошло, да, когда на самом деле нет возможности с этим человеком взаимодействовать человек, которого крайне сложно там, например, там подпитывать энергией, потому что у него своей очень мало смотрите, он же опустошен абсолютно опустошен, абсолютно человек выпит ну еще по той причине я сейчас в потоке почитаю а учитывая, что мы же с вами говорим, что кладбищенская работа я даже сказала, что тут как сделано ну показали в этот раз, видимо, вы тут сильная достаточно мадам, что вы можете поднять эти пласты информации и они вам не просто так сообщаются, да, что вы можете с этим делать обратите внимание, что здесь изображена Хель, а она же у нас богиня смерти да, и не могу сказать, конечно, что кладбище но сам факт, понимаете, что человеку почему еще плохо, потому что его туда тянет его туда тянет тем более, если там что-то принесено, понимаете не из мира где оно должно находиться не на своем месте тут бы я бы, конечно, вам еще посоветовала бы сделать тоже на себя диагностику потому что меня тоже смущает смотрите, у него потеря энергии, у вас потеря энергии чего так? совпадение? не думаю так ну ладно, давайте мысли по отношению к вам ну смотрите, о чем здесь пятерка жезлов это карта борьбы, как ни крути, да? вы тут действительно можете помогать это мы уже посмотрели с вами ну как будто, знаете, это вот очень бесплодные попытки очень, как это сказать, очень медленно все либо вообще вот никак не движется ресурса вообще нет на это вторая скрытая реальность и чем классная колода? тем, что она очень круто показывает эмоциональные составляющие да? обратите внимание, кстати, на рыцаря Пентакли если кто-то интересуется этой колодой вот смотрите, она вообще очень круто отыгрывается в прямой перевернутой позиции в прямой позиции здесь у нас человек, видимо, пытается это все-таки сложить этот Пентакли ну или Пентаграммы в вашем случае во второй вариант вот и здесь, смотрите, он такой достаточно целеустремленный пусть он делает это медленно прутик-прутик но мы примерно понимаем, да? что это будет какая-то качественная работа и что человек все-таки придет к результату а вот если мы эту колоду, карту, простите, перевернем то здесь на самом деле начинают просматриваться совсем другие энергии да? это, понимаете, больше, конечно, энергии безысходности потому что очень четко чувствуется ну, здесь уже сразу идет отток, да? энергии такая прям, пустота вот если есть эта колода, прям поэкспериментируйте как она читается в прямой перевернутой позиции а несмотря на то, что она портретная, да? ее сложно читать новичкам я ее могу рекомендовать, потому что она весьма дружелюбна даже если вы не знакомы с кельтской мифологией с ирландской, да? там, лесной человек, там и так далее она абсолютно дружелюбна ну, не в вашем случае, двоечки потому что здесь у нас рыцарь Петакли перевернутый это какие-то бесплодные попытки у него, знаете, опускаются руки и есть ощущение, что он думает, что как-то его сильно уже не спасти сейчас я посмотрю, как на Монара эта вся история отображается эмоционально-чувственный фон по отношению к вам что здесь? да, вот тут смотрите что здесь у нас показывается, да? как король воды что по отношению к вам вот ровно так же себя ведет то есть он себя не изменяет он здесь вот эта капризная капризулька ушел в тень то вот, собственно, так ну, никакие действия я не вижу, слушайте ощущение, знаете, что здесь вот боретесь только вы да, тут женщина все берет в свои руки поэтому я же говорю, что я сейчас под магическим воздействием его крайне сложно читать оставь надежду да, всяк сюда входящий ну все, шестерка мечей это же, по сути, положительная карта это карта выбора пути это карта родственных душ это карта, когда мы плывем с человеком в одной лодке а тут лодка перевернулась-то, понимаете? лодка перевернулась и он так и думает, что у него руки опускаются по отношению к вам, видимо, да? просто мне хочется хотя бы какие-то эмоции вытащить а я у человека сильно этой эмоции не вижу он же ушел на дно как-то, рыбка у него есть эмоции по отношению к вам я не могу девятку чаш читать в этой колоде как праздник жизни, понимаете? у меня это больше про то, что вот есть у меня любовь и что мне, собственно, с ней делать? потому что если обратить внимание на вот этого прекрасного юношу у него взгляд обреченный, пустой абсолютно вот он действительно со своей любовью-то носится а рядом с ним-то никого нет и он непонятно, кому эту чашу нести можно ли из нее пить, понимаете? что там за вода? оценит ли это женщина, да? которую он свои эмоции, свою эту чашу понесет тут как-то я сильно праздника жизни по девяткам чаш не вижу ну вот я вижу, да, что все-таки есть у него шанс, видимо, бороться потому что девятка чаш наполненная, да? и по отношению к вам, вероятно, знаете, в глубине души вот он чувствует, что можно все-таки побороться за любовь за привязанность, видимо, по отношению к вам ну где-то, где-то, понимаете? в глубине подвалов потому что я так понимаю, что в плане сознания тут как-то сильно-то не действует, да? и сильно-то не проявляется я просто не вижу этого здесь, как это сказать разбитые шансы на счастье потому что человеку бы, видимо, хотелось семью с вами союз крепкий думает о семье ну, либо, смотрите, он ее потерял потому что его увели ну, такое могло быть либо он сделал неправильный выбор да, видите, здесь у нас карта кризиса карта завершения цикла, возможно, да? десятка мечей сейчас посмотрю, как оно у нас дайте на чуколе почему-то мне хочется глянуть хочу эмоциональный, чувственный фон человека посмотреть страхи, возможно, вылезут да, завершение цикла завершение цикла, да? тут очень он боится того, что все уже ну, ничего уже не сделать да, у него нет сил бороться хотя, в принципе, нам показывают положительную карту это король жезлов ну, что-то ему не до жезлов сейчас судя по всему, да? и вот эта карта в прямой, в перевертной позиции я могу сказать, что как это сказать а с вами-то ему не страшно потому что вот вы все равно просматриваясь как какой-то, знаете, тыл как родной человек но, понимаете, человек, который он, по сути, потерял тут еще смотрите какой момент какие еще мысли по поводу того, что из-за того, что вот эта враждебная обстановка в семье просто, знаете, не все же мужчины осознают, да? что они могут быть ведомыми в собственных отношениях и что там не совсем все гладко то это, знаете, это внутреннее желание, понимаете, сбежать от семьи к вам или желание построить с вами семью и понимать, чтобы эта семья именно была как крепость да, посмотрите, правосудие и эрофант это может быть желание развода, кстати, еще да, либо это желание, знаете, как все-таки узаконить ячейку общества да, возможно, вернуться, если там человек уходил но его к вам тянет, безусловно, это же видно это же видно, но почему-то опять же перспектив здесь не особо есть да, не особо есть, а не у меня эти перспективы знаете, здесь ощущение почему-то идет я хочу как раньше, да, вот потому что эта лодка перевернулась а у меня ощущение, что эта лодка все-таки как это сказать, она плыла, понимаете, по течению и вы там в любом случае вместе находились но тут еще смотрите, как проигрывается поскольку мне показывает, что там 15-й аркан, понимаете уже набросил на него, видимо, эту петлю ему на шею и тащит, и говорит, я тебе уже, собственно, это не отдам ты мой, вот, навсегда я ваша навеки вот, то здесь это еще может проигрываться как человек, который вот как-то обезьянка ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу именно по той причине, что он не хочет идти в эти проблемы, да и хочет действительно, чтобы как-то все решилось по легкости потому что, как ни крути, но тройка кубков тройка кубков еще может просматриваться, знаете, как желание не всегда про любовный треугольник, да и там желание усидеть на двух стульях именно про то, чтобы сохранить хотя бы какие-то отношения, да но при этом без претензий по отношению друг к другу сейчас посмотрю на Монара, как она должна проигрываться на Монаре проигрывается как несовместимость все-таки, да несовместимость, невозможность, да, знаете любовь, которая не дожила до утра или, ну, что-то вот такое да, как ни крути, это тут как ни крути, это тайное отношение, да тут действительно человек не хочет глубоко эмоционально погружаться потому что он также еще избегает зависимых отношений это абсолютно смешно, потому что, ну, я не знаю мне кажется, что 15-й аркан прям уже не только в гости ходит он там поселился, расколдушку в голове поставил и, собственно, постоянно там на что-то провоцирует, да и человек действительно является жертвой этого 15-го аркана а он, видимо, никак его не прорабатывает, да не прорабатывает никак он прям на поводу своих желаний и желания-то по отношению к вам тоже остались но вот, понимаете, я что-то глубины-то не вижу здесь насколько он готов пойти в глубину с вами нет, у него, знаете, ощущение как будто светлячка, звездочки нежелание терять, да но при этом он как будто ничего не может сделать с этим всем он очень слишком маленький и слабый слишком маленький и слабый в общем, вот такая позиция по двойкам мне было интересно читать для вас, хотя это было весьма сложно конечно же я буду ждать вас в комментариях ну, пока складываю карты возвращая их обратно, да на свои места скажу еще два слова как могут проигрываться тот формат отношений, да про который я говорила а если это не про зависимости магические, да это именно про давление, да может быть про нелперские штучки которые может женщина там применять, понимаете если он свободный, он правда может проигрываться как очень такой жесткий пикапер или практик, которому кажется, что он всесилен, понимаете у которого эго там впереди планеты всей тоже такая история может быть ну просто здесь сам человек заложник своих обстоятельств, понимаете он сам выбирает такой образ жизни который весьма негативно сказывается на нем часто будет проигрываться, знаете, что тут человек профукал свои шансы в виде вас и вы, наверное, это все прекрасно понимаете может быть смотрели даже на какие-то прошлые отношения или когда человек не исправился тут мне хотелось, знаете, как-то объемно посмотреть не просто там ой, вы там красивая женщина как он вас там типа хочет и так далее потому что такое полно у всех торологов то есть, ну опять же, если мне там нужно поднять самооценку я всегда знаю там два десятка сахарных торологов, да к которым как бы пришел чмошник когда вышел королевой вот, но мне-то хочется вообще, чтобы у нас все с вами было весьма объективно поэтому у меня не было задачи как бы делать сахарные не было задачи вас хвалить вот, я хотела посмотреть со стороны, что там происходит если у нас с вами получилось потому что читала я в любом случае через вас так тому и быть была рада помочь двоечке троечке я вас приветствую напоминаю, что тема сегодняшнего просмотра его мысли делаю, как оказалось, глубокий анализ хотела просто посмотреть ну зато будет понимание, да может слушаться какие-то пазлы которые все никак не складывались сейчас я немножко тут наведу порядок на рабочем столе, чтобы не портить вам кадр помещу колоды, с которыми хочу работать ближе под руку и начнем поработаю для вас на колоде Таро ясноведение, яснознание очень хорошо читаются интуитивные процессы кармические процессы тоже у меня спала эта колода проснулась дает очень интересные трактовки ближе похоже на классику для начала, для сигнификации я хочу посмотреть одной картой мысли вашим по отношению к этому человеку мысли ваше по отношению к этому человеку вы настроены весьма решительно возможно вы хотите отсечь все мысли о нем все ментальные привязки все ментальные привязки память о нем либо решительно настроены действовать это общение на ментале в основном потому что как не крутит ус мячей мощный ментал мысли намерение но при этом смотрите энергия здесь у нас четко направлено правда вектор у нас такой холодный жезл остывший меч острый ранит а чего я могу полностью расклад на существительных и ассоциациях построить так ладно давайте я посмотрю почему меч как вам еще в этих энергиях что вы хотите видимо уходить отсекать весьма холодны по отношению к этому человеку или отсекать препятствия вот здесь чувства скорее всего были по отношению к нему но никто никуда не пошел потому что страхи видимо сложно реализуемые отношения да здесь же была любовь или она есть но мы посмотрим просто смотрите для того чтобы прийти к какому-то общему знаменателю видимо с этим человеком он был пойти в свои страхи вы туда не пошли да побоялись побоялись просто решили все это отсечь а страхи я не знаю что проявиться может быть там что-то сказать признаться вот или знаете вы еще по этой позиции могли закрыть свой эмоциональный чувственный фон и жезлы да и кубки включить голову и включить голову ладно давайте я посмотрю что у человека в жизни происходит сейчас по тройкам так просто ключевые события какие-то мысли энергетический фон что покажут просто для идентификации чтобы вы понимали ваш человек или не ваш идентификации и сложный кстати сегодня расклад получается что-то я думала что он легче будет так давайте 5 закрытых карт что что такое что у меня прям такое ощущение морока или вот какой-то знаете когда подтупливаешь что ли на погоду еще что-то на смотреть что с человеком или он такой по жизни у вас размеренный и то есть просто энергетику почувствовать посмотреть кто придет на просмотр человек знаете который может действовать решительно но не в этом случае или обстоятельства складываются таким образом что то ли ему помощь нужна а он не говорит какие-то у него странные обстоятельства сейчас в жизни происходит скорее всего про них не знаете что тут у него давайте посмотрю на луне знаете что хочу посмотреть ну вообще вот восьмерка мечей благо что она перевернута я все-таки могу наверное ее читать как выход из предательства страхов не знаю для меня восьмерка меча очень похожа на девятку мечей очень похожие состояния такие эмоциональные девятка больше про страхи восьмерка больше про какие-то неприятности предательства эмоционального скезу может быть знаете когда человек уходит себя в результате каких-то весьма серьезных потрясений поэтому то я и хочу посмотреть что послужило тому что он провалился в восьмерку мечей да я же говорю что вот он действительно мог принимать решение но принимал ну прямо знаете подкосил его предательство а кто это смотрите здесь судя по всему по третьему варианту человек потребитель и вот эти вот предательства и так далее да при этом не здесь показывают двух мужчин и смотрите как может проигрываться это либо потери на любовном фронте сейчас подождите поняла ну я не могу сказать что это второй мужчина но тут всяко разное да расклад общий если второй мужчина это может расцениваться как предательство бывшей женщины которая действительно могла ему предпочесть более ресурсного мужчину как вариант я просто не вижу этой женщины понимаете я просто вижу как вот след понимаете из прошлого который вот прям какой-то больной который вот прям вот прокручивается прям по циклу да он от этого избавиться не может такое цикличное думает думает об этом но думает не конкретно о женщине а о том состоянии понимаете которое она привнесла может быть так сказать в его жизнь что то такое если это не про женщину потому что видите я конкретно не вижу фигуры я просто все таки чувствую что есть там женская энергия но это еще может знаете о чем говорить когда человек просто кайфожор понимаете когда он привык потреблять ресурсы и в качестве соответственно очищения да от всей вот этой истории понимаете ему дают какой-то кризис кризис когда отнимает ресурсы либо отнимает ресурсы либо эти ресурсы ему как это сказать становятся не важны да где тут у нас тупик слушайте всех мужиков собрал у него нормальная ориентация уже может он действительно пострадает по какому-то мужчине ну шучу шучу ну смотрите какая прелесть дайте я на монара посмотрю если это просто самоидентификация мне интересно почему карта трансформации не выпало что кто все эти люди почему все эти люди происходят у него сейчас в жизни у него не двойная не ну я серьезно что так много мужчин карта ухода карта потери карта кризиса при этом карта свободы когда ничего не вдохновляет все надоело от всего устал почему у нас три мужчины ну ладно понятно вот эта карта у нас может быть позор из-за того что ты вот любишь человека который соответственно тебя не любит а это еще ну вот если на этом месте да получается мужчина находится если у него любимый прикол как бы влюблять женщин а потом он такой типа не при делах и уходить да достаточно быстро то есть его как то это уже ну то есть он потешил соответственно свое эго теперь его как то это все не вставляет не интересно ему не интересно девчонки очень интересно почему-то три мужчины что-то я пока этот пазл не могу разгадать отдельно что ли на каждого вытащить так я не могу понять у меня нет ощущения ну как бы что это три разные человека это либо двойственность натуры здесь просто мне показывать человека как вы знаете вот как разные периоды его жизни наверное да разные периоды жизни которые привели к страхам все врубила сейчас вот так почитаю все ну так что у меня крутые потому что я читаю через вас на как я вот так вытаскивала так смотрите сейчас период очищения да поэтому он страхов сидеть своих после предательств и так далее да вот сейчас здесь вот посмотрим события вот тут рубанули ресурсы да почему ну соответственно здесь либо закрытая дорога по отношению к женщине сейчас посмотрю что тут за тупик у нас тут смотрите еще как может проигрываться если вдруг это еще один мужчина здесь не любовник здесь компаньон это про бизнес кстати может быть понимаете и здесь его могли то ли отжать понимаете бизнес то ли как-то выкинуть или аренда или что-то такое по что-то чуть с недвижкой связан я не знаю но какой-то обман со стороны мужчины вот так вот может проигрываться тут битва за ресурсы да судя по всему при этом кто кого победит это какая-то интеллектуальная схватка да потому что очень много амбиций у человека он действительно умный он уже очень многого может добиться но его что обхитрили а тут вот все-таки треугольник треугольник хорошо треугольник и тут скорее всего женщина еще кстати могла уйти к другу потому что мне здесь прямо про этого мужчина про второго очень много рассказывает и они вроде как знакомы но я не знаю что за история там сильно не показывает мне не хочет говорить об этом не хочет я конечно могу конечно настырно залезть но раз не хочет смотрите но не знал видимо еще о треугольник еще вот так может проигрываться смотреть не знал да что там за его спиной пока он там может быть деньги зарабатывал еще что-то и вот собственно он выходит видимо из полосы страхов своих слушайте как могла почитала ну крайне сложно надо мне конечно свечи зажигают чтобы энергетику разделять ну вот понимаете сложный период все таки у него ладно хорошо это карта очищения мне здесь показывает смотрите что он в вот весь такой это кстати с машина еще связано с какой-то недвижкой может быть понимаете сейчас хочу хочу понять а тут смотрите видимо он то велся не очень честно теперь вся эта история которая ресурсы понимаете у него забрали она все как-то возвращается именно потому что должна была да это он какую-то родовую историю видимо отрабатывает очень близкую не хочу сериал эти смотреть метод так более чем понятно просто из-за вот этой ситуации когда он там явно вышла не победителем да поэтому это видимо этот ушел в какую-то жесть понимаете стал очень циничным человеком этот человек весьма циничный потому что цинично поступили по отношению к нему все я тут сворачиваю эту лавочку это лучше знаете что там было в общем получается что у человека то это полоса страхов полоса препятствий сейчас немножко тут сложу потому что что тут еще читать туда фонят просто мне карты оставлю на стабильности на земле человека потому что это мы только с вами прошлое поковыряли так что там него там часто ну да видите выходит из полосы кризиса выходит из полосы потерь своих потому что это карта перекрестка может нащупал путь потерпи еще чуть-чуть мы тебе укажем путь помните песни он кстати мог бухать а теперь вышел из состояния этого бухича но не всегда не всегда да а потому что это же еще карта найти не всегда про алкоголизм конечно безусловно у него знаете как у него очень ожесточенное сердце сердце ожесточенные и видимо он что начинает просыпаться как тот подснежник весной так сейчас подождите эмоционально чувствительное о чем него там у нас эмоционально чувствительная история какая но знаете как избавляется от иллюзии и мы не нравится то что он видит и он избавляется от иллюзии себе в первую очередь ему абсолютно не нравится то что он видит и он анализирует анализирует очень много копается очень сильно закрывается сейчас человек абсолютно закрытым сердцем мечевого короля мне показывает по тройкам но это не свойственным историям кубковый абсолютно не за меня ощущение что он кубковый а мне его показывают как к мечевого ну это опять же понимаете когда человек видимо взялся в руки горитом для соберись тряпка да да это что с тобой такое происходит сейчас я посмотрю есть какие-то значимые события сейчас у него тут как эта женщина женщина играла или играл женщинами не интересно стало да не интересно стала поэтому в принципе на пятерка пентакли было в прямом положении тут видимо из-за этой женщины это понимаете у него еще начался духовный рост да а кто кем эта женщина стала его жизни прям очищением смотрите идет вот что-то вот как будто вот показали мы что можно жить по-другому что ли ну да ведь у нее период очищения у нас у многих из период очищения до приходим руки спиртом обрабатываем не более не менее 30 секунд моем все очищаемся так у него период очищения ладно шучу это по-дурацки хочется разбавить мне обстановку но при этом смотрите энергии трансформации я не чувствую чего него там еще он в духовность пошел духовность да он ищет смотрите он видимо ищет себя через духовность может через практике кстати еще по тройкам как проявляется как интересно слушайте вот как жена . я не вижу как отшельника тоже не вижу ну и вот ничего не понятно мне не понятно почему вот у него энергия не в отшельника ну а мне показывает все таки здесь карту активного социального взаимодействия знаете здесь скорее всего знаете еще а внутренние как рассказать внутренние какие-то ощущения меняются когда в близости женщиной да ты начинаешь видеть какой-то духовный смысл как еще может проигрываться если он не пошел в духовность в чем как-то я сомневаюсь это еще может быть как связь на расстоянии сейчас сейчас кто он сейчас в этой истории ну человек который оправляется от придавить свои обмана до женщины то есть он получается с помощью духовности пытается справить справиться с вот этим всем своим прошлым до пытается найти какой-то выход на монара как проявляется я просто хочу понять как это вообще можно помереть инстинкты ну матери ну инстинкты получается да хорошо и что он еще мириться бы да он все видимо пытается как это сказать найти может быть в быстро какие-то отношениях любовь да или он сейчас знаете он понимает что после быстрых отношений до после быстрой близости там любовь не получается очень какие-то такие аспекты знаете может быть у него меняются представления о женщинах вот какая-то такая история и скорее всего знаете если женщина ему завела в кризис то скорее всего женщина из этого кризиса то и выглядит логично же что у него там еще воспрял по жезлом как король жезлов просматривается что намного энергии у парня что могу сказать король жезлов удивительно конечно да с одной стороны выходит из вот этой полосы предательств и так далее да с другой стороны меняет отношение к женщине и тут же мне показывают короля жезлов нет если это как мужчина который может взять ответственность за женщину ну почему нет ну сейчас я посмотрю как у нас проигрывается король жезлов кстати вот эта история звезда и жезлы если бы не монара да я бы могла сказать что я сейчас буду смотреть целители но у него обновление да скорее всего прошивки новый формат потому что ребенок не всегда при ребенка это же еще и душа да как то он что расцветает заново бутончик да после периода униженности знаете у человека второе дыхание прям просыпается что-то меняется в его жизни к лучшему судя по всему да но были неправильные представления да скорее всего еще и семье тут и так далее тут может быть действительно кто-то обращался к практикам его как-то могли почистить всякое могло быть потому что тут сильно глубоко не хочу смотреть вот есть понимаете у него выбор но выбор равноценный энергия вроде понимаете есть а куда идти он не знает и что с вот этими накопленными знаниями которые он получил видимо сидят а то в карантин это в отшельничестве то в постоянных каких-то предательствах он не знаю что с этим делать с этим багажом тут же еще вот какой момент у меня есть ощущение что он все-таки не до конца еще может расстаться со своим прошлым потому что в новой нужно идти совсем как это сказать голеньким понимаете обновленным вот а здесь же хочется тащить этот парашют с камнями за собой чему подчинен то наш подчиненный то документы или контракт что это у тебя такое долги у него скорее всего тут очень похоже что долги долг может быть ресурсов еще не хватает может проблема кстати с квартира с недвижкой смотреть ключ расходы дом наследство еще кстати как вариант вот раздел имущество может быть идти некуда поэтому не уходит до не сильно не интересно что там доме творится и иначе мы с вами быть в двойке скатимся у меня задача посмотреть что вас думает вот что у него там происходит если вам это было интересно я вам рассказала потому что это тоже про мысли беру смотреть что будет что думает о вас загаданный человек вписывает ли он вас как-то там свою жизнь не страшно то и больно и по всякому а вы здесь какую роль играете по тройкам вы знаете он что-то надумал по поводу вас потому что здесь повешенное переворачивается что-то надумал видимо завершение цикл у него духовное не духовное не совсем понятно так ладно и че он тут надумал то по повешенным или вот уже совсем чуть-чуть уже понимаете надумает это он про вас что ли так думает что вы ведьма или он это знал всегда это мысли просто два вас как ни крути я смотрю он почему-то считается знаете что он как-то вот винит вас своих проблемах винит вас своих проблемах вот такая очень мощная женщина судя по всему по энергетике да может наследственное да что-то еще сильная энергетика но карта башни как ни крути они ну а с одной стороны она конечно про стабильность если в этом ключе он про вас думает то это неплохо все достаточно да это как вот женщина которая четко чувствует что но свое предназначение знаю что на своем пути находится женщина как ни крути который вот тянет но при этом знаете как женщина который просто не подойти сейчас я посмотрю на монара еще какая вы женщина для него если уж на то пошло смотрите тут кто-то сейчас прям как-то потоптал вот вы видимо потоптались по эмоциям смотрите да тут скорее всего человек который пытался нарушить ваши личные границы и получил очень жесткий отпор то есть женщина которой весьма легко ха ха хи хи ты к ней не подойдешь она тебя в порошок сотрет интересно он ищет подход он ищет подход но как-то у него не получается потому что на самом деле есть желание как-то к вам может я не знаю подойти или прояснить ну смотрите девятка мечей это все равно как ни крути придется как-то идти в свои страхи потому что но я не вижу что между чтобы между вами тут что-то было и есть ощущение что вот этот вот робкий юноша это вы а не он потому что здесь вот прям четкое ощущение да что тут как-то женщина то ли не ну а или все она меня к себе не подпустит или она вот как-то все решила закрыть ну и самое интересное что все равно кто просматривается чтобы женщина сильный энергетик что еще за мысли у него да я думаю что тут человек эмоционально как-то не хочет вовлекаться в эту всю историю потому что как только он начинает с вами взаимодействовать из его жизни начинается хаос понимаете а она у него там размеренная возможно дам уж какая-то ленивая еще что-то и вот вы на самом деле вносите ты этот хаос опять же он с вами прям теряет опору он чувствует себя весьма странно сейчас посмотрю вот так вот вы для него опасны и возможно кто-то знаете даже раздавал совет что от вас нужно держаться подальше это горит женщина которая как это сказать ну вот на энергетику может подсадить дат который зависимость может быть да то есть женщина сама с холодным сердцем то есть сама раскачивает на эмоции и при этом остается безучастной потому что он пытался раскачать вас на эмоции но я не вижу что него это получилось ощущение что вас защита стоит как все может рассматриваться по третьему варианту если он действительно пытался делать на вас воздействие но сушки на всех по-разному потому что тут какое-то ощущение мне пробитой энергетики от этого человека не могу понять почему делал не такой уж хороший да как думаете делал защиту вас стоят да хочу хотел то от вас да блин а хотел то что хотел человек вместе быть но не могу понять причину ладно то есть такая женщина которая фиксия подпустит да на хромой козе собственно не падает женщина опасная женщина с которой крайне опасно взаимодействовать чего еще тут у нас в мыслях он тут влюблен кстати тут вот кстати он очень сильно эмоционально почему еще не подходит к вам да почему еще не проявляется потому что он правда как какими-то сверхспособностями вас наделил в том плане что вы понимаете то ведьма то неземная женщина то еще там какой-то пургу понимаете которая абсолютно не имеет отношения к реальности нет чтобы просто как тогда пообщаться он видимо тут что-то придумал я может быть вы ему говорили там таро рун и что-то приходится или там на кофе гадаете ну то есть у человека почему-то складывается впечатление что да вы какая-то очень мощная ресурсная женщина женщина сильной энергетикой потому что он кубковый по отношению к вам что все-таки про любовь любовная тут кто кого любит вы его или он вас да может еще просматриваться как любовник но уж ладно хочется все-таки больше романтика в этой истории время лучше учитель время лучше ученик да и что вот он понял а ведь видимо какая-то информация ему пришла через время до я не знаю как читать эти карты не хочу в принципе сейчас еще раз попробую он что на вас что-то читает кошки а ну-ка помелкайте мне здесь по тройкам я думала да все что гладко то так что он тут у нас чем ждет чё ждет какое правосудие ты ждешь солью еще на удачу до соль на удачу чё делают подчинение да тут какая-то непонятная история опять у меня начинается дурацкая мистика которая не хочу читать давайте так отчет у нас карта измен это вообще падает не свободен кто-то вы он да тут что-то такое мне когда мысли не нравится но если ты влюблен почему ты не можешь нормально как-то проявиться почему не можешь нормально проявиться почему не можешь нормально как человек проявиться перерезать вас все хочет все понятно понятно либо он сам либо хочет потом руки выкручиваем ждет что окончание кризиса а между вами видимо кризис да хочется то ему все-таки выпутаться из вот этой всей паутины ему понимаете судя по всему вот эта любовь она им как-то дает силы потому что с одной стороны как-то вас и побаивается с другой стороны привязать хочет к себе сейчас монара что-то от женщины то хочешь женщины что хочешь хорошо ладно если ты влюблен почему эмоции закрываешь что понятно здесь смотрите что происходит тут человек хочет закрыть свои эмоции ну то есть не говорить вам об этих эмоциях да и показывает соответственно исключительно сексуальный интерес а как она на самом деле то как это очень ценная женщина значит женщина невыловимая вообще по себе никак не не подпускает он вас видит пары он видит вас как вам сказать и шансом и женщины с красивым телом а и он очень много думает а потому что вот вы какая-то равноценная партнерша и смотрите он вас видит парой безусловно перед нам обоим эмоции не нужны но это какая-то подмена понятия ну что оба говорит да оба чтобы потешить свое самолюбие но под перевернутому солнцу да он видимо чувствуешь что мы как-то чтобы сейчас подождите сформулирую что мы оба ради своего там тщеславия там ради своего эго да могли упустить шанс на любовь или уже там упустили да в таком плане он чувствует вас абсолютно равноценным партнером как зеркало так десятка мечей как карта кризиса о чем это для него как оно все должно быть завершено или продолжаться или как он вообще ждет он до окончания кризиса что смирился с тем что чувство есть да хорошо развилка у нас развилка и что-то с этой развилкой разошлись там тут скорее всего смотрите люди почувствовали что не нужны друг другу симпатичны друг другу и все-таки как бы не просто так а после того как они расстались потому что у меня нет ощущения что могли друг друга чувствовать да до этого потому что не вот это претензии по отношению к вам у вас претензии по отношению к нему но понимаете все судьбоносность там ресурсность друг для друга то что мы там как пара могли бы очень круто да проиграться в этом союзе люди здесь почувствовали только после того как произошел этот факт разлуки и он это думает об этом да что я не понял вообще насколько для меня это ценность женщины сердце твоим разбили запутался это бедняжка и запутали то его и вы и сердце разбито и он защищается защищать в первую очередь от своих эмоций я мужчина да я должен вести себя подобающе здесь смотрите ему бы еще разобраться в ваших чувствах потому что у него как бы есть ощущения такие да что но не то что он вам не нужен хотя кто его знает да что здесь вот изначально может казалось что союз там общение от скуки оказалось вообще все не просто так он изначально видимо серьезно это не рассматривал вот а тут вот перспектив ты не видит все таки до потенциал это не видит то есть он понял видимо что не дождется что потенциала нет да сейчас посмотрим что он не может дать стабильность что стабильности здесь нет да судя по всему почему кризис почему десятка мечей но именно по той причине что скорее всего вы вот как знаете как за высоким забором потому что он тут вот не может проигрываться как король жезлов ему бы этого хотелось конечно он не может вы тут как рапунцель понимаете высокой башни косу ему не спускаете залезть не на чем он-то хотел с любовью только видимо не умел ее выражать потому что кризис то у него был и он видимо страхи ты видимо к вам тоже пришел или вы есть та женщина из которой он в кризисе он слишком гордый до чтобы показывать вам свои чувства потому что он снова боится разбитого сердца поэтому вполне может быть что либо обесценивает либо этот праздник жизни там либо опять он боится этих треугольников всех бесконечных и поэтому да здесь мужчина понимает что если даже эти чувства есть то что с ними делать то собственно потому что он себя чувствует вот этим вот маленьким пажиком до пентаклей учеником и ну как сказать непонятно чем с этой любовью то делать ему непонятно как преодолеть вот эту вот стену между вами понимаете даже здесь вражда судя по всему так она монара как вы думаете что между вами и как он думает что между вами что не уже зафиналить хочется наконец-то историю вашу как он думает что между вами сейчас эмоциональное выгорание не вижу еще чтобы вы тут как-то общались но выгорание ли потому что я хочу посмотреть позиции это у нас перевернута ну такие знаете оба самодостаточные люди которые ну никто вообще не стал уступать абсолютно никто не стал уступать самодостаточные но тут вот какой то все равно считаю что детский сад он хотел манипулировать не получилось вы тоже чё там-то финале для него башни короче чё тут типа делать уже да вы считаете что между вами тут мужчина пытался самоутверждаться вел себя весьма странно и вы видимо вы это чувствовали что он из собственных страхов да при этом почему-то вас ощущение некой кармичности этого человека для вас почему и вот это ощущение кармичности как раз родилось в тот момент когда мужчина может либо перестал действовать либо ушел я же вам говорю что тут ключевое заместо заключается в том что люди уходят друг от друга и только потом начинают чувствовать необходимость друг в друге да и вы чё-то знаете как-то стали в позу потому что всегда чувствовали себя самодостаточная женщина это человек как будто знаете корона вам сильно сбил и чё там финале как он думает короче вы всем сами виноваты а вы чё думаете повешенные да повешенные вы короче пошли дальше вы пошли дальше тут колесница это переворачивается и чё тут человек то человек все все сидит в своих соплях обидах и капризах все троечки я на этом прощаюсь с вами с вами была я ваша нейроведьма а